всем привет сегодня хочу вам показать один интересный и красивый узор вихрь сам урок который вы увидите я снимала из шнура 5 миллиметров сердечником и я хочу еще попробовать связать салфетку без сердечника это шнур карамель он тоже 5 миллиметров его можно заказать со скидкой 10 процентов по промо коду в описании под роликом и вязать я буду крючком 5 миллиметров смотрим урок из шнура сердечником а в конце урока я посмотрю что у меня получится из такого шнура без сердечника шнур делаем кольцо вывязываем первую петлю и вяжем еще шесть в это кольцо 1 2 3 4 5 6 вместе с 1 у нас получилось 7 петелек затягиваем и соединяем вот с этой петлей вот так вводим крючок вытягиваем петлю соединяем и делаем петлю 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 подъема сейчас мы вставляем крючок вот сюда вот провязываем петлю 2 петлю здесь вот где мы заканчивали вытягиваем старайтесь сильно ее не затягивать иначе у вас здесь потом будут отверстия смотрите чтобы она вас более свободная была вот эта длинная петелька провязываем дальше провязываем и на одну возвращаемся провязываем и так продолжаем провязали маленький столбик возвращаемся на одну назад вытягиваем длинную петлю дальше сильно петли не затягивайте провязали продолжаем продолжаем дальше так вот считаем раз два три 4 5 6 так дальше провязываем вот за эту петлю это вот где у нас начало ряда было так и вот сюда провязываем длинную еще раз покажу вот сюда стараемся сильно не затягивать петли чтобы было проще я вот отмечу маркером где мы начинали наш ряд так дальше вот у нас вот здесь отверстие мы провязываем следующую петлю возвращаемся на одну вот в это отверстие что я показывала и провязываем туда еще одну дальше вот за этой длинной петлей провязали и перед ней вытянули перед длинной вот в это отверстие провязываем теперь за длинной и так вяжем по кругу вот так должно получиться вот заканчиваю уже этот круг так за длинной еще одну раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять-одиннадцать-двенадцать снимаем наш маркер провязываем сюда петлю опять можно отметить маркером чтобы не запутаться и сейчас мы уже провязываем вот в саму вот в эту длинную галочку вот так провязали дальше опять перед длинной возвращаемся теперь за длинную и в саму галочку теперь за длинной и в саму галочку перед и так вяжем до конца наш ряд он может немножко у вас увеличиваться ничего страшного потому что здесь у нас уже в два раза больше получается петель главное не пропускать ни одной петли заканчиваю следующий ряд длинная не пропускаем ни одной петли они могут здесь спрятаться так провязываем еще и еще одну вот перед этой длинной провязываем так теперь снимаем маркер вот так должно получиться немножко он такой волнистый но сейчас будет все хорошо сняли маркер провязали в длинную петлю можно вот так вот поправлять петелечки уже будем вязать только за задней петлей перед уже не будем то есть уже будем сокращать наши петли так и длинную сейчас будет уже попроще дальше вот за длинной сейчас круг будет немножко сужаться то есть уже вяжем через одну петлю не каждую вот здесь мы не провязываем а провязываем за длинной так и так вяжем до конца ряда вот так и так вяжем до конца самостоятельно так вот подхожу концу провязываю еще одну в длинную снимаю маркер провязываю сюда и предыдущую длинную и дальше продолжаю точно так же как и предыдущий ряд все точно так же вот за длинной вяжу и в длинную провязываю вот так уже вырисовывается наш кружочек и так продолжаю до конца ряда сейчас уже полегче вязать так и так продолжаем до конца ряда так закончила вязать этот ряд и я так провяжу еще один все точно так и так и так и так и так провязывать здесь последнюю петлю и провязываю еще один ряд таким же способом и точно так же вяжем до конца и так вяжем до конца ряда так я довязала снимаю маркер сейчас я вот так закрою ряд так и сейчас провяжу уже другим узором вот наш шнур вот цепляем за заднюю стенку этой петли и за вот эту перемычку провязали петлю подъема и так в каждую петельку за заднюю перемычку и вот за эту провязали дальше сильно не затягивайте и так по кругу до конца обвязываем нашу салфетку вот такой должен получиться край и так обвязываем до конца ну вот я уже заканчиваю вязать обвязку так одну провязала и вот здесь вот еще петелька ее тоже провязываем все на этом мы заканчиваем сейчас мы закроем аккуратненько вытягиваем наш шнур вот так закрываем ряд так и сейчас нужно с обратной стороны спрятать но так как он толстый смотрите что можно сделать вытягиваем вот эту сердцевину вот я ее обрезаю и она становится тоньше на шнур и теперь очень удобно будет прятать уже потоньше крючок я взяла вот он стал такой тонкий и прячете вдоль последнего ряда вот так вот это тоже можно шнур точно так же вытянуть и вот здесь вот затянуть чтобы наше отверстие потом не открылась вот так его лучше затянуть сейчас я затяну и покажу как я еще подпалю зажигалкой так вот я спрятала и обрезала немножко надо подпалить чтобы он не распустился спрятать его и точно так же здесь я обрежу немножко подпалю и потом я его просто спрячу спрячу под шнур вот и все если шнур у вас мягкий то можно через ткань утюгом проутюжить с двух сторон и поставить под пресс тогда кружочек ваш станет более ровный и плотный ну вот вы сейчас просмотрели урок который я снимала два года назад и мне очень захотелось снять по нему салфетку я думаю актуально очень она и сейчас посмотрите какая красивая получилась очень плотная я естественно ее отварила и поставила под пресс получилось она у меня 16 сантиметров и вот сколько еще мне осталось даже полумоточка не ушло на такой размер я буду очень рада если вам видео было полезным если оно вам понравилось жду от вас пальчики лайки кто еще не подписался на мой канал пожалуйста подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы вам приходили уведомления моих новых уроках всем спасибо за внимание хорошего дня до свидания а